привет всем решил посмотреть откуда у меня на мой канал переходят люди и написано что 10 переходов ну знаете в конце видео вот эти вот квадратики такие расположены 10 процентов людей максимальный процент от ретро гопник канал даже не знаю что это за канал я вообще никого не смотрю в общем то из блогеров там и так далее даже не знаю кто кто в общем и 10 процентов от него если меня еще удивило 1 1 переход произошел с канала по вязанию урок вязания и главное на человек видимо досмотрел до конца изучил вязание потом перешел на мой канал мне вот интересно также заметил что сто процентов аудитории мужчины кто из вас вяжет в общем вот такой интересный факт обнаружил и дальше что я еще а да кстати насчет вообще всего ютюба я смотрю вообще только один канал видео который выходит ежедневно всего один также связан с ретро геймингом поэтому я и решил это арт оси сказки до starcraft replay профессионалов или высокого уровня игроков очень круто игра до сих пор развивается игра очень крутая советую тоже посмотреть это не реклама просто интересно вот и все они там идут 15 минут в день и она того стоит ну для меня по крайней мере потому что ну постоянно что-то новое постоянно казалось бы ну все это игре уже двадцать чем-то лет двадцать пять лет ли сколько и 26 лет но нет же постоянно что-то изобретают новые способы кстати я сбил google самая сложная игра в мире компьютерной starcraft грудвар вот так вот так что ну вот такой небольшой информационный отрезок так дальше что мы что я хотел вам сегодня сказать а да так как у меня видео с задержками выходит серьезными задержками порой по несколько месяцев после распаковки я недавно получил как бы вам так объяснить кучу коробок со спортом и они оказались ресилы все судя по всему одна компания решила избавиться у них там расклад либо еще и не решили все продать в итоге я им вернул все я не знаю куда они потом деле казать я многого еще не купил так что много купили другие люди и в итоге сейчас и заметил что на ebay рынок заполнен как нормальными так и ресилами очень много так что будьте сражены спортивные там нет практически таких хороших игр и но есть и хорошие силы тоже учить там но мне попалось вы видите в будущем распаковках что там игр 5 наверное попалась не спортивных и они все силы оказались так что кто покупает запечатанные игры если там только начинаете особенно будьте осторожны пожалуйста потому что такое сейчас время сейчас волна пройдет все избавиться от этого но также кстати если вы только начинаете то сейчас очень много появилось именно сил по низким ценам спорта допустим давайте вам покажу наглядно вот эти вот вообще сейчас копейки стоит потому что их столько много на рынок пришло кстати чтобы отличить иметь у них сил даже вот эти игры делаю три сил попадаются вот просто покажу вот nfl 95 них есть вот тут сил видите у этой тоже игры есть сил и теперь тур теннис как бы вам так показать а нет у нее нету кстати подождите этого прайм-тайм есть давайте нету этой просто вот так вот вот так вот и под спать сбоку обязательно один все но у нее есть ханктап тоже легко отвечать да кто-то будет клеить ханктап нарисил вот и прайм-тайма тоже есть сил за 1 да вот так могу показать на него ханктап еще есть вот так же вот этих много игр baseball series 96 у них несколько штук тоже у них сил есть кстати вы вполне можете встретить весил потому что в той партии который потом были такие весилы тоже вот затем текма супер бейсбол это нормальный картридж и вряд ли вы увидите весилы хотят той партии в эти же были ну короче просто на них сейчас вот на эти карты же цена падает у меня их на штук 20 вот таких запечатанных есть да они не вошлись там не сказать чтобы дешево но и недорого поэтому там за 50 60 долларов они будут нормально может даже до 40 вы можете купить и но на ebay просто следите все кто не скинет скоро цену я точно это знаю у кого-то только вот лежать вот с обтирания тоже вот такая вот игра хорошая игра сил есть нет них сила нету у них просто вот так но это нормально у меня по-моему есть даже запечатанные даже грейдит есть я сравнивал в общем говоря вот такая вот игра тоже их было достаточно но у меня только одна или две по моему осталось вот live 96 у них штук штук 5 точно есть вот тоже они на них цена упадет скорее всего хотя я чё-то не вижу их продажи кроме моего ну вот если честно может не дошло еще до людей хотя может может он бейлайф не так уж и много кстати ну ладно я пока выставил сколько днора 60 в 70 по моему я насколько я помню не продалась ну я думаю она уйдет то что она единственная полежит там пару недель уйдет на и чел 95 вот их нету почему-то вот у меня оказалось две и одну за 80 выставил ушла буквально за полчаса и вот еще одна осталась также будет скорее всего за 80 выставлять и это а вот этих вот игр вот вот именно вот этих вот марта 95 вот их полно вот их вот даже может сейчас наибой зайти ввести новые и вы увидите сколько их того целая гора там просто цена начинается чуть-чуть там или 30 долларов мне кажется подождать их за 25 будут отдавать вот так что кто начинает собирать учите но скоро эта волна пройдет или они опять исчезнут так что наверное хорошее вложение денег сейчас а может и нет не это не принимайте это как совет просто я вам говорю как происходит все нашли просто склад с этими играми точнее нашли кто-то просто распродал много рисилов учтите это но также и много таких хороших картриджей вот в этом я хотел вам сегодня рассказать так вот такой конверт но мне уже заказывал этого человека нет тут что новенькое посмотрим я вижу что за игра охотники цену не помню скрыть уровень 30 40 долларов состояние может я этого не заметил может заметил не помню я купил 21 дешево один дорого и один по-моему за 20 купил и даже за 17 долларов но там плохое плохое состояние совсем смотрим что вот это за конверт разрезать придется так вот тут коробка стороны хорошо да не со всех сторон хорошо но с другой стороны плохо что там внутри что-то болтается газетка можно почитать горгулии плохо упакована была болталась внутри коробки видите просто газетка чувствовалось сразу что болтается по моему это да вот представьте вот она сначала так ударяется а потом еще картридж добивает по инерции посмотрим сейчас секунду могу картридж достать вот постоянно с этими коробками вот такие проблемы постоянно каждый день так внутри вроде бы она вся целая все четыре на месте мануала нет буду разбираться что почем купил но купил явно не дешево они такие игра в районе 100 долларов стоит мог бы упаковать так следующее вот это мне очень не нравится почему смотрите простой конвертик а внутри видеокарта вот вот смотрите как люди покупают ждем во первых уголок видите посмотрим в каком час состоянии металлическая часть в принципе нормально здесь скотч хорошие конвертики наверно с виду все хорошо но кстати отсутствует болтик две последних видеокарты вот такого формата большие и джи пишные обе не рабочие слишком много их не рабочие думаю прекратить их покупать уже тоже с ними проблем много их приходится обслуживать чистить они вечно грязные хорошо тестировать слава богу пока возврата не было но если хоть один автор будет 28 мегабайт мне не слишком рискованных скажем так продавать потому что смотрите угол отбит видите за упаковки наверное можно посмотреть на оригинальном листинге сильно отбит слишком рискованно их продавать не хочу больше если честно но к сожалению у них очень много не рабочих подобных есть и надо с ними что-то делать как-то их учиться ремонтировать ну надо с ними разбираться не будешь они вечно лежать ты должен выбрасывать что я очень не хочу память первый раз да на видео память вообще я ее не продаю это для внутреннего использования для компьютера как на котором тестируется все по-моему ддр 4 2 по 16 не 2 по 8 да ддр 4 2 по 8 с xmp profile вот такая вот надеюсь работает кстати куплена была за 25 долларов но я еще увидел один тип продавал такую же только написано было у него на запчасти ну то есть если купишь вернуть уже так не получится как вот например вот это было написано бушная то что теоретически начать не работая могу вернуть а тот продавал на запчасти и она за 15 долларов что даже за 12 долларов ушла вот так вот я не знаю по идее как часто они ломаются вообще раньше памяти как можно было бушную даже на запчасти брать или она физически целая то ничего не было вот это новая память я не знаю они горят не горят я плохо в них разбираюсь поэтому решил купить на 10 долларов дороже но даже больше на 15 долларов почти дороже в два раза можно сказать но там как бы состояние use так что если что не так я верну ну бушное состояние я могу вернуть ее давайте этот конверт посмотрим еще по моему больше конвертов нет да нет еще одни охотники тут минусы в кейсе но цена хорошая была по моему вот за этот 40 долларов состояние картриджа тоже хорошая по идее должно быть потому что я посмотрел да нет плохое косяк есть небольшой не знаю с кейсами они хорошо уходят пробую продать это бумажка кстати гост бастерс ну да часть часть того что было внутри завода так в целом бумага целенькая на удивление оригинальное интересно незамена да нет странно как странное какое-то повреждение если честно никогда такого не видел чтобы было повреждено тут так вот такая вот такая коробочка не хотели этим сервисом отправлять потому что он на 3 доллара дороже чем просто обернуть ее и отправить другим сервисом а в этой коробке нельзя отправлять открыто тем сервисом как скажем так вот этот вот этот сервис называется small for trade box то есть вот эту коробочку любой вес 1 1 рейд то есть можно одна и та же сумма по моему стоит 8 долларов до отправка в любую что в любой угол сша и так далее с любым весом внутри хоть туда камень положить а вот в этой а вот его его так вот тут как бы блин что заговариваюсь а тот сервис называется first class которым было отправлено и он по моему стоит 5 или 4 даже доллара потому что вес очень легкий там уже от веса зависит об этой коробке нельзя этим сервисом отправлять потому что они могут развернуть сказать коробка не предназначена для этого и и вернуть назад человеку поэтому набернул бумагой эту коробку и наклеил дешевые сервиса вот так вот в нем сравнил их упаковал сначала в эту а может изначально знал просто коробка подходила решил в эту упаковать и потом обернуть в обертку сэкономил несколько долларов этот сервис он быстрее немножко по сравнению с тем вот и все вот вся разница к страховка также 100 долларов по умолчанию может какие-то еще там есть плюсы-минусы не знаю игра batman реперта чужим по за джокер хорошо уходят они кстати состояние не очень мануала нет купил не помню почему я уже стал путаться в ценах вот так вот упакована хорошо редкая игра кстати довольно таки так вот такая коробочка видеокарту 512 мегабайт 4650 номер за 50 долларов купил может чуть-чуть дешевле где-то около этого да 512 мегабайт они гиговые бывают либо 512 кстати не знаю куда гигабайт чипс чипов влезала может сами сам объем каждого был два раза больше выушенная вентилятор вроде крутится с виду целое дополнительное питание кстати они вот он что я конечно расположено странно немножко да люди очень часто когда продаешь люди говорят что они рабочие просишь убедиться что они правильно воткрыл питание они только тогда обнаруживают что питание другой части видеокарты находится они его не заметили вот так бывает так здесь у нас ну что это такое ловли пакт а игра классный лейбл да нинтендо джалсы челюсти вот такой картридж made in japan куплен был за 10 долларов не могу открыть вот не знаю дорого дешево одна игровка в принципе челюсть считаю что он недорого по крайней мере 10 долларов что у нас здесь снова видеокарта что ли сколько я их заказал то даже не помню когда их покупал последний раз давайте посмотрим а да я ее давно очень купил вот у них с вентиляторами вечные проблемы вот этих видеокарт как давно я их не встречал с нормальным вентилятором тоже будет так себе будет дребезжать немножко состояние хорошая кстати видеокарта x800 pro 256 мегабайт куплена была где-то за 50-60 долларов обычно они за 100 уходят спокойно ну как спокойно полежать несколько месяцев уходят я рассчитываю так что у меня все лежит минимум несколько месяцев цены такие ставлю дешевле продавать наверное смысла нету потому что это невыгодно время тратить на это все а чтобы дольше лежало тоже как-то рискованно какой-то такой компромисс надо искать в ценах чтобы и полежало чуть-чуть дождалось своего покупателя и в то же время не сильно долго лежало бывает по-разному так здесь у нас что снова видеокарта что ли да сколько же их снова видеокарта невероятно какая она тяжелая прям реально очень тяжелая наверное больше килограмма весит просто ну не как она вообще будет держаться в корпусе смотрите какая штука интересно зачем так сделали она же вроде как должна стандартно крепиться или рассчитывали что она а или все я понял до чего она просто на чипсете да а ну вон почему она тяжелая видите медный круг такой все я понял почему она потому что это вот такой универсальный кулер и неизвестно где будет чипсет находиться либо тут либо тут видеокарты то разные длины бывают может чуть подальше поэтому они вот так вот сделали вот такое вот удлинение это не именно под такой тип видеокарты под множество кстати кулер мне больше нравится чем видеокарта кстати что за видеокарта то 36 51 гигабайт кстати хорошая довольно таки состояние надо правда место теперь для вентилятора будет мать платье человеку быть уверенным что оно есть либо какой-то переходник блок питания на вот такой вот такие тоже бывают с молекса на вот такие дополнительное питание есть состояние в принципе хорошее надеюсь работает вот это выглядит конечно круто тяжелое очень тяжелое зачем для такой видеокарты такое охлаждение непонятно если честно по-моему это избыток человеку виднее ладно он установил так что у нас здесь видеокарту кстати купил по моему долларов за 67 о диск я знаю что это за диск кстати купил он непонятно зачем потому что они не продаются просто купил он запечатанный силт вот тут такие демки разные всякие как я понимаю видите windows 95 еще старый диск да вот ли список игр демок комфортер 2 кстати да даже не знал что такая была игра комфортер 2 смотрите команд конкур нет фаспит это все демки правильно как посмотреть как посмотреть плейбл демоз да сидером контейн шарварен плейбл демоз то есть либо игры за которые надо платить либо демки смотрите трещин вроде бы нету да нет есть одна вот она тут небольшая трещинка есть вот такой необычный диск просто сна по 7 долларов поэтому купил кстати просто попробовать так это я получил с limited run games давайте я уберу сразу invoice потому что я увижу так а это а чё тут отключен нету это это не с limited run games не это с limited run games а рендеринг рейнджер с кейсом кстати смотрите с пластиковым да это limited run games я купил правильно все не я просто думал что я еще заказал с одной интеракционной площадки запечатанную игру limited run games тоже похожую прям тоже черная вы ее увидите дальше поймете почему я так задумался не в этом выпуске возможно может в следующем распаковке потому что тут я не вижу такой большой коробки такого же размера но это пришла кстати картридж супер нинтендо тяжелый кстати не знаю что это такое не знаю что за игра я не помню когда заказал с limited run games приходит через чуть ли не года бывает даже через полтора года приходит так что я совсем не помню какая это карточка вот вот такая игра ничего про нее вообще сказать не могу так что это потом надо будет посмотреть разобраться и решить так что у нас здесь сразу видно от кого крюгер ресейл фейсбук группа и бэй магазин так набор картриджа я у него купил операции филатер хаус 3 плод почему такой легкий давайте откроем прям вообще ничего не весит не понимаю как так вот видите на каплях поэтому и не весит вторая игра которую я знаю на секрет genesis на каплях 1 street fighter 2 там какой-то супер стритфайтер 2 не помню называется так человек джим версия хорошая такая американская то есть большими чувствую повес так здесь у нас он про хардкорд японская давайте проверим хочется быть уверенным что японская чтобы знаете я сейчас не проверил потом как это все это забудется потеряется и надо сразу проведать к нами японская отлично пока ни разу не было такого чтобы была там какая-нибудь мексиканская версия в таком корпусе но я все равно перестраховываюсь потому что не хочу человеку отправить он потом скажет что не та версия и все это кастлване тоже кстати канале давайте посмотрим убедимся купил я их по цене так себе если честно не дорого не дешево такая средняя цена за каждый короче не помню точно состояние хорошая и блестят этих коннектора коннекторы контакты на коннекторе смысле нравится состояние и целом карты обложки состояния тоже хорошие смотрите почти нет никаких дефектов купит везет правда мне цену чуть поднять придется потому что я тоже на накупил его не дешево вот такая коробочка мышка в мышка на севу канон фотор можно играть кстати кому интересно такая мышь надо будет проверять все эти кнопки работает с играми типа канон фотор потом на вот этой работает игре видите на шанхае тоже тут по-моему написано видите вот так где вот такой символ стоит мега маус мега маус инхейнс то есть она совместима с ней с мега мышки там игры буквально совсем немного и кстати очень плохо что не работает скан не не сканфотор сканфотор работает что не работает со скобиду вот это прям вот очень плохо мне это очень не нравится работал бы на скобиду было бы вообще круто я видел даже люди жалуются почему такая крутая игра и мышка с ней не работает этому это игра как раз подмышку из за точно можно сказать должна быть так с распаковкой все сейчас будет еще одна распаковка только это уже будет не не игры там не видеокарты и так далее это будет распаковка защиты для карты ну то есть эти вот пластиковые знаете такие ну так то что где я сейчас покажу вот такие вот защитные видите всякие не только для карты же там для сиди для sony playstation я стараюсь как бы защищать картриджи чтоб хранился вы начинаете уже сфотографировал не хочется повредить потом чтобы человеку отправить уже какой-то поврежден с каким-то прождением которого не было на фотографиях как бы стараюсь отправить сейчас должен получить то что он видит на фотографиях вот я стараюсь показывать все дефекты там и так далее ну зачем с людьми так плохо позвать тем более знаете многие люди заказывают из других стран он идет туда долго они ждут это или даже через посредников то есть он может к ним уже прийти когда уже они не могут него назад вернуть а я следую только ebay то есть через 30 дней за 30 дней не вернули я не это я не буду там никаких личных разговорах ничего не буду возвращать не так точно все вот есть 30 дней все но со своей стороны я обещаю что я отправлю то что вот на фото и в то и в хорошем станет в том сцене которые которые я указал в description и вот так вот в описании так что вот поэтому вот я купил себе точнее это уже не первая моя покупка этой защиты я уже мне почти все карты лежат так лежат защищены ну чтобы но от пыли знаете ну все равно карты же пыль собираются вот эти вот пластиковый пластик попадает потом ну сил может порваться поэтому лучше его положить в пластиковый кейс и достать их потом но многие игры также у меня лежат и без защиты вот например вот такие вот лежит потому что он во первых он толстый на него сложно найти пока я не вижу в продаже во вторых смысла не вижу дешевые карты же там за 10 долларов класть еще защиту класть туда-обратно так что вот но в целом сразу защищаться давайте откроем вот эту большую коробку в общем она вот здоровая и вики весит килограмм по моим 15 что в ней внутри это не игры это не нижние приставки это это защита для игр ну то есть эти вот пластиковые и как конвертики ну как пластиковые чехлы которые игры защищают давайте покажу пример хочу вам покажу все же все равно что открывать будем и и заказал ее с сайта retroprotection.com это никакая не реклама конечно же это просто популярный очень сайт кстати смотрите интересно как он написал он написал здесь что если у если это почтовый сервис если у вас будет как бы перевес этой посылки по сравнению с теми деньгами которые он заплатил то свяжитесь пожалуйста вот с этим имейлом на его имейлом чтобы на меня не легла оплата из ли из лишнего веса посылки молодец человек он кстати он часто и делает возврат денег если например заплатил больше за запасы за отправку на его сайте то он делает возврат на такой ответственный вроде как не знаю пока у меня с ним проблем не было или с компанией с этой там похоже один человек только не знаю может не один в общем ну вот вот такая коробка обошлась на мне в 300 долларов 315 если быть точнее как раз таки 300 долларов содержимое 15 долларов отправка давайте посмотрим конкретно что я заказал это нужно для защиты картриджей и как тех которые на продаже так из моей личной коллекции из моей личной коллекции на все равно продажу уходит так что все что на продажу вот кстати смотрите вот этот сайт да там имейл тоже этот же был dng судя по всему это один человек ну он работает цены у него хорошие так что стоит покупать так упаковывает он тоже хорошо обычно что у нас здесь так это вот такие пластиковые штучки как называют не конверты как правильно звать коробочки для защиты картриджей genesis famicom я не знаю как они подойдут для всех genesis либо famicom давайте посмотрим сразу же у меня одни famiclone вокруг так где взять famicom одну секунду то ёлки-палки и картриджи genesis тоже а ну вот genesis лежит сейчас сейчас так вот genesis картридж попробуем положить ну да впритык я такие у него уже покупал моя третья закупка у него скажем так так а famicom давайте посмотрим подойдут не подойдут где вы взять famicom теперь так 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 нету нету не famicom и нет оригинала одни клоны в общем давайте проверим сразу и famicom как он подходит не подходит да смотрите четко даже место в ней занимать больше не будет и также давайте проверим клон он на таком картридже кстати проходимый а вот он не вылезает да слишком большой короче для клонов он не подходит только оригинальный famicom genesis сколько их купил 25 25 25 25 100 получается так для дисков точно такая же штука для сиди дисков обычных дисков они четко по размерам что хорошо у него ну прям впритык и она вместо не занимает лишнего на полке просто представьте сам было вы чуть побольше то ну зачем уже меньше дисков влезала на полку а час очень часто это будет имеет огромное значение так еще по моему тоже 100 их купил до 100 для дисков дальше пошли это пакетики нинтендо 64 atari genesis почему их купил у меня в общем то пока нет таких пока нет ни отари не n64 но есть genesis я думал что если их держать в пакетиках картриджи которые будут на продажу то можно отправлять там в них то они будут защищены от пыли во время хранения от внешних воздействий там давайте посмотрим кстати для начала трассу клоны под рукой влезает ли в него наш стандартный фамиком точнее не влезает немножко больше по размеру но в целом подходит так оригинальный оригинальный тоже должен быть примерно так же он немножко толще клона но но и ниже скажем вот видите какая разница чуть чуть тоньше и ниже очень толще и ниже так давайте посмотрим оригинал на genesis как он туда обмещается на отари у меня под рукой сейчас нет картриджа так ну он гораздо больше неудобно немножко хранить в нем такие genesis картриджи потому что место занимает был был впритык как-то так облегающий было бы другое дело кстати давайте посмотрим большой телегейм картридж как он там сейчас я найду одну секундочку хочу искать он же он пишет знаете вот прямо в пакетике биби гейм игра о биби рейс да он слишком большой для него видите не полностью закрывает так что не подходит не знаю не зря не зря купил в любом случае пригодятся они там дешевые несколько долларов наборчик стоит 100 штук по моему 5 7 долларов так сколько их купил 100 200 300 400 500 500 очень так много купил это все знаю я потом посмотрю по списку тут вот а кто-то эти эти бумажечки чтобы заклеивать ну кругляшки чтобы пакетики заклеивать скорее всего они не для этих не для картриджа для мануалов сейчас будут дальше пакеты с мануалами вот они для них вот они кстати вот это мне было интересно знаете почему потому что у него два типа их есть и он не говорит точно какой хотя на фотографии был именно вот этот тип поэтому я его купил видите мне важно чтобы он сбоку вставлялся почему потому что у него есть вертикальные сейчас вам покажу пример сейчас сейчас одну секунду вот такие вот у него были видите они хороши да но в них широкие мануалы и и регистрационные карты не влезают понимаете вот потом эти гораздо шире то есть он всего размер вот такой мануала ограничен вот эти вот эти вот такие вот а вот если сбоку то можно широкие мануалы вот сейчас вам покажу пример кстати а у меня примера и нет под рукой опять же чему я вечно не готовый всем этим видео опыта еще нет короче не могу показать мы поняли в чем дело просто у некоторых картриджей мануал гораздо шире вот и все и регистрационная карта еще не вмещается поэтому хорошо сколько их купил 100 все дальше дальше за ладно это неважно под количество количество сам потом посчитаю что у нас дальше blu-ray и xbox one он видимо замерял простые такие же только для сиди а вот а это ps3 ps4 стилбук то есть я уже планирую потихоньку на ps3 начинать продажа делать с пистри диском если работать и тоже нужно защищать их так ps3 ps4 опять же blu-ray xbox one здесь famicom genesis там уже было было о dual диск кстати тоже необычная штука это сиди но только с двойными вот у меня где-то есть steam парка давайте посмотрим это прям сейчас он вообще под рукой где-то его далеко не убирал да вот видите он двойной видите как удобно сейчас секунд вон я увижу прям перед руками перед глазами вот team park давайте посмотрим да смотрите притык прям вот для этого я их и купил интересно отлично взял правда только 10 штук потому что во первых не знал размер подойдет не подойдет во вторых мне у меня их не так много пока этих дисков поэтому я не по одному у него и кстати цена не низкая на них так dvd тут dvd диски они немножко другие чем blu-ray больше видите по размеру длинная blu-ray по-моему они 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 меньше они ниже по высоте dvd я тоже потихоньку занимаюсь да вот видите разница вот на этот пара сантиметров dvd я тоже занимаюсь потихонечку и тоже нужно так sega genesis вот это все картонные пойдут сюда чтоб хранились не помяли друг друга вы понимаете да когда хранишь карты много очень картонов скажем 100 штук двигать нельзя ничего не это так они будут приезжать можно и сдвинуть аккуратненько и и не защищены от пыли от повреждений любых ну как не любых конечно но от типичных которые полочных повреждений скажем так опять дведи genesis их с моим я 100 штук заказал сразу же genesis genesis ну вот они краски 100 все в общем то все с этой коробкой в общем то все 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 в